Начали скирдовать сено. Сарай заполнен. Пошел дождь, работу испортил. Ничего, завтра выглянет солнце. Продолжим. Скирду сложила. В ней около 150 рулонов. Надо укрывать. Впереди еще сбор парочки таких скирд. Это покрытие такая фигня. Не тратьте деньги. Служит год и на выброс. Пойдемте лучше со мной. Погуляем по полям с гирефордами. Обсудим каждую коровку и их проблемы. Всем доброго вечера, друзья. Смотрите, какая у нас красота. Светит солнце. Скоро уже закат. Вон какие красивенные березы стоят на заднем плане. А в лицо мне светит солнце. И впереди я вижу и слышу своих гирефордов. Собираются на одном месте. Но я за ними никак не успеваю. Иду, иду. А не знаю, переходят с горки на горку. Вот теперь у нас точно альпийские луга. До этого контура поля. Ну, собственно, теперь у поля нет контуров. Оно все одно единое целое. Они еще только неделю. А смотрите, каких тропин они уже натоптали. Наделали себе каких-то ходов, переходов через канавы. Канавы к водопою. Место все истоптано. Я тоже там шла по их следам. Хотела перейти, но не тут-то было. Там, в канаве. Ну, собственно, вот это вот канава, где березы. Там все, канава идет. И только в одном месте переход. Ну, вообще, в двух. Где-то вот там, между лесом у Олега Прокошина. И вот с другой стороны здесь, у дороги. Там переход конкретный. Очень глубоко. Много нынче воды налито. Что здесь такие заметки стоят? Я не знаю, для кого они здесь были предназначены. Это металлические штуки. Ну, это какой-то геодезический знак, что ли? Надо кол обратно вбить, Олегу сказать. И вот мы почти пришли к этому стаду. Хотя они еще в таком не в кучном сборе, а еще сильно развретшись по полям. Но они, слышите, покрикивают, ищут все своих детей, помукивают. Собираются покучней где-нибудь у кромки леса лечь спать. Сейчас наедаются. На ночь глядя. Ну, хотя, не знаю, может, они и ночью встают, едят. Что им мешает это сделать, когда трава, собственно, под ногами. Теперь она свежая, хорошая со всех сторон. Думаю, какой-то необычной травой пахнет. Обычной травой пахнет. Вон. Ну, даже запах. Они едят. Да, у нас тут произошел небольшой инцидент. Вернее, произошел он не как инцидент, но теперь и так получилось. И мы не можем справиться. Да, собственно, не хотим. Оставили мы на все стадо двух быков. Те, которые были у блондинок. Двух быков одной линии. Прихожу. В стадии три быка. Вот этот вот. Третий бык. Эверест. Ой, Эмир. Господи, что его все не так? Эмир. Который был у нас с телками. А потом вместе со всеми был отправлен. В одну группу к Эхнатону, Майю и тем бычатам. Оказался здесь. И я прихожу, и они втроем. Ну, фактически кроют одну корову. Почему коровка наша, причем молодая коровка, перегуливает уже третий раз, вижу. Не поняла. С ней уже Эхнатон работал. Там в группе. И здесь. Ну и что? Нам его теперь отсюда не выгнать. Олег его чуть-чуть гнал-гнал. Ну, это невозможно пройти такое расстояние. Так, чтобы... Что, он все равно вернется по-любому. Вон тут Мадонна какого-то молодого быка воспитывает тоже. Ну, как молодого. Быки уже второй сезон работают. Им уже по два. Почти с половиной года. Смотрите, на самом деле, какие здоровые выросли производители. Вон он, Мадонна у нас. Ну, в общем-то, самая большая корова. 900 килограмм. Ну, может, еще Милка такая ее дочка. Он-то немножко по-другому выглядит. Это очень корпусная. Та вроде такая жирная-жирная. Ну, вот если смотреть на быка. Ну, конечно, не 900 килограмм. Но такой приличный, достойный вид у него. Отработав сезон, не сильно-то и похудел. Конечно, не сильно они и нагружены были. Там по 18, наверное, получается, коров на голову им приходилось. В общем-то, не перетрудились особо. Ну, сейчас кто девки начинает ест и по второму, а то, вот как я видела, и по третьему разу. Ну, пусть следят и работают. В общем-то, нам все равно, конечно, какие телята у них родятся у этих коров. И у наших, и у блондинок. Вообще у всех. Все быки хорошие. Все племенные от искусственного семенения. И все телки, которые у них народятся, и даже если они останутся в нашем хозяйстве, ни один из этих быков с ними работать не будет. Для них растут новые бычки. Уже сейчас они есть. Пять племенных, которые будут потом с ними работать. Ну, вот вечером на обходе на самом деле хорошо смотреть коров. Они все ходят, хоть потихонечку, но ходят вот так, бродят. Если корова даже вот как здесь легла, ну, может быть, и выглядит немножко подозрительно, потому что мне нужно посмотреть ноги, не хромает ли животное. Потому что эта проблема в этом году нас посетила снова, как и в прошлом. Не так сильно, но все-таки она была в прошлом-то году. Ну, кто на канале давно помнит, в августе месяце, в самом конце, с моим беда приключилась. Ракита, все хорошо? Ракита. Да нет, все хорошо, просто лежит. Итак, мы долго с этим боролись, проблемами ножными. Сейчас тоже были коровки, которые хромали, но если заметить вовремя, то можно вылечить быстро. Хотя, в общем-то, некоторым коровам очень, можно сказать, сильно не повезло, потому что они лечились по 10, а то и 14 дней. Вот, кстати, вот эта ракета. Наша коровенка была дважды на лечении, хромала сильно. Еще одна корова уже тоже дважды была. Ну, еще, конечно, смотрю тоже глаза. И вот вчера тоже видела глаза у одного теленка. Это у Меледенова, который из двойни один. Глазик был чуть-чуть, но как будто бы прикрыт. Сейчас солнце такое неяркое, а даже пасмурно, дожди. Вроде как и зараза уже не должно быть этой мушиной. А что-то глаз да прикрылся. И были-то они не так далеко от дома. Ну и что, погнали мы их вдвоем. Даже еще кто-то прицепился, какая-то блондинка. Думаю, сейчас пойдут и пойдут пить. Они как чесанули в голоб. Олег раз вернул. Опять. Шли, шли, шли до определенного места. Гнали мы их, гнали. Дождь начался, я с зонтом. Их пугаю, как он говорит. Ты пугаешь их. Я зонт убрала. Ну и что, они реальный голоб. Вот просто. Махнули рукой. И кокосик, я не тебе рукой махаю. Не тебе, кокосик. Да. Ну что, и бросили. Говорю, ладно, вечером пойду посмотрю. Если глаз сильней. Если вообще уже там прикрывается или что-то. Ну, надо будет что-то делать. Но как делать, не знаю. Вот хоть все стадо гони. Так, чтобы пригнать кого-то. Калинка, можешь не бежать. Я все равно сейчас видео дозапишу. И буду сдаивать тебе твою маститную сиську. Кокосище. Кокосище. Питайся травкой. Да, питайся. Травки много. Да и молока мамкиного тебе хватит. Ну вот, на первый взгляд все хорошо. О, там еще какая-то коровка у меня с быком. Или телка. Я пойду посмотрю, запишу, кто. Ну, а так, просто красота. Наступило такое шикарное время для животных. Даже то, что дождь их не смущает. Они любят дождь больше, чем жару. Как только даже это, они встают и идут пастись. Но если уже сытые, то уходят куда-нибудь под кусты, под деревья, в лес стоять. Просто стоят. Не кушают. Но когда солнце светит, это лежание у дома в грязи целыми днями. Это меня уже саму даже доставало. Хоть корми. Не лежат все, как в обморочном состоянии. Даже если кто-то и бежит куда-то, быстренько схватит и обратно. То сейчас можно пастись сколько угодно. И трава зеленая, и полей много, и ешь не хочу, гнус не достает. В общем, конечно, у всех такой. Жидкий стул. Ну, у тебя-то, кстати, нет. Хотя тоже грязные. Зобки грязные под хвостами. Да, ракушечка? Рыжоха своего нализываешь. Только моська у него не пятнадцатая. А так, такой же копия. Одна корова, рыбка, дает нам вот таких пятнадцатых коров. Та ее была последняя. Ну, последний сейчас бычок. Вот еще одна стоит. Смотрите, точно такая же пятнадцатая. У нее тоже бычок, но не пятнадцатый. Девочка моя. Рыбочка. Рыбка. Веснушка-веснушка. Почему она в веснушках, я не знаю. Вообще, это фактически племенная корова. От искусственного семенения была получена. Мы старались и получили двух первых коров. Куклу и рыбку. Вот ее. Пробовали искусственно покрывать. И вот она дает нам таких пятнадцатых. Мордой пятнадцатые дети у нее. Причем у телок значительно больше, чем у быков. Этих пятнышек. Да, а еще замечено мной уже неоднократно, особенно, когда я езжу к быкам, что всегда в стаде на пастбище ходит аист. Что он с ними делает? Что он с ними пасется, я не знаю. Но вот всегда аист рядом есть. Когда я ищу быков, я прям реально смотрю, где аисты. Вот где они на поле, или откуда взлетают, или куда полетели, там и будут быки. Их же немного, сразу не найдешь. Да что, что, что? Что такие пугливые? Это уже дети, наверное, ходят. Аистиные. Скоро уже соберутся улетать. Ну все, ребята, прогулялись по хозяйству. Посмотрели все наши порядки. Да, кстати, не сказала. Может быть, надо в самом начале было сказать. А может, я продублирую. Начну сначала записывать сначала, так сказать, вступление. А здесь как по скриптам скажу. По вашим просьбам, жалобами на YouTube. У кого не грузится, у кого не работает, у кого тормозит, у кого что. Я оставила ссылки в сообществе на телеграм-канал свой. Правда, немножко я на нем приостанавливала работу. Только, можно сказать, просто как-то не очень поняла, как там надо работать. Надо просто этим заняться. Ну, в общем, ссылка есть на телеграм-канал. Можете искать меня там. Есть я на Яндекс.Дзене. Есть ВКонтакте. Даже если напишите просто Элагина Марина. Хоть по-русски, хоть по-английски. Вы меня найдете. Так что, переходим по ссылкам. Кто не хочет смотреть или не может здесь. Подписываемся. И будем продолжать наблюдать за жизнью нашей и наших подопечных Гирифордов. На этом, до свидания. Продолжение следует.